привет очень давно я обещала своим прекрасным подписчицам записать видео о том как я делаю кудри прическу и вот я как раз решилась это сделать я вам покажу как я делаю кудряшки без вреда для волос без разных облоек и так далее это очень удобно занимается не так много времени а прическа очень ну кудряшки очень красивые в общем нам нужны любые соколки я нашла все возможные соколки которые у меня есть вот такой типографик это уже соколка у меня лет я не знаю с самого детства вот такие соколки в стиле 90 в стиле 90 вот такие вот соколки любые которые у вас есть главное чтобы вам их хватило вот видите я нашла крабик какой-то кстати крабиками вот такими вот маленькими очень удобно этими заколками мы будем закруглять закруглять наши кудряшки ой закреплять вот невидимки разные вот они все также вам может быть помогут также вам помогут для закрепления резиночки вот такие резиночки очень удобно не силиконовые конечно одноразовые но мне лично очень удобно для какую-то косичку делаю к примеру такие тоненькие почему я заказывала на алиэкспресс такие силиконовые резиночки очень-очень хорошие они тоже пригодятся ну либо другие какие-то резинки нам понадобятся так заколки любое укладочное средство которым вы пользуетесь ну я использую воду так как я нахожусь рядом с микрофоном я боюсь что на него вода попадет поэтому я буду ну просто может быть в стороне где-то буду это использовать в общем начнем сначала конечно нужно волосы причесать и для удобства если вы хотите если вы хотите кудряшки сделать такими которые но они получатся такие средние но сейчас вам сейчас вам покажу ну результаты вам тоже покажу в конце видео в общем как я делаю я убираю верхние пряди и здесь там он так с он так он а закрепляю резинкой в таком интересном я везти буду берем прядь я почему-то очень плохо брызгаю в общем я так буду просто наливать в общем на влажные волосы вам нужно берем прядь и прямо на указательный палец наматываем только крепко не наматывайте потому что потом фиг вытащишь этот палец и да нужно будет берем заколку и закрепляем и закрепляем кудряшку и убираем палец вот такая получается кудряшка если вы хотите от корня делать во первых они у вас будут очень толстыми такими плотными и в зависимости какие волосы если тоненькие то можно и от корней то есть у меня у меня не держится если я например очень сильно крепко заматываю все вот я просто на кончиках сделаю потому что мне нравятся в принципе так романтичные кудряшки чего вот такое вот эта вот толстая плотная слишком нужно поменьше взять я прям так водой потому что у меня не происходит как обычно что-то происходит так как я уже начала запись поэтому не буду отвлекаться единственное что неудобно это твоему пальцу потому что он потом начинает болеть от такого количества вообще много разных способов есть как как сделать кудряшки без плойки конечно я делала на а делала на трубочке на коктейльной трубочке может быть видели видео где с таких мелких мелких африканских кудряшков вот это именно тот случай когда я делала на трубочке то главное на микрофон не попасть но я решила без поп-фильтра надеюсь все в порядке будет при записи потому что я обычно с поп-фильтром записывала но у меня тут что-то какие-то проблемки я конечно буду в таком не очень привлекательном может быть в виде покажется что вся в этих заколках но кстати у меня волосы очень вот даже когда плойка завиваю они очень долго завиваются их нужно долго-долго дышать и я попробовала как-то на осколках сделать в общем сделать кудряшки вот именно таким способом и через 30 минут они у меня уже были готовы то есть вот как только подсохла вот эта вода я делала без укладочных средств потому что в принципе просто не хотела портить волосы с тематом кстати насчет резиночек это я перепутала оказывается другие кудряшки нужны вот я помню в моем детстве такие были заколки так вот эту прядку я на два поделила потому что все-таки думаю наверное нужно воды налить куда-то потому что так вообще невозможно она реально она реально не прескает не знаю что такое может ее не до конца так сейчас приду так ну вот я вернулась это конечно это конечно очень очень быстро быстро так тут прядку на два же столь я использую такой вариант когда например ну вообще мне нужно волосы выплемлять после после того как я помыла их я помыла их мне нужно будет их выплемлять потому что ну укладывайте каким-то образом потому что они будут в таком состоянии не очень и я порой что по кончике каким-то образом у меня просто у меня от природы волосы кудрявые и так получается что мокрые они очень сильно завиваются завиваются они не красиво они укладываются не очень то есть их нужно либо выпрямлять либо завивать и вот я такую вот использую штуку вот потому что без вреда для волос то что выпрямлять постоянно тоже как-то не хочется а вообще мне парикмахер я недавно узнала мне парикмахер сказала что от этого ну будто бы нет вреда хотя я в это не особо верю а вред от того в общем я стала замечать что у меня волосы у меня раньше всегда были очень густые волосы но со временем я стала замечать что они у меня стали тонкие но кончиков стали не такими густыми не такими пышными но как-то не очень и вот когда я пришла к парикмахеру к женщине и эта женщина мне сказала что я делала неправильно в общем дело в том что я раньше всегда делала процедуру горячие ножницы я не знаю в курсе выглядят но я всегда делала и самое интересное что парикмахеры мне подстригали от корня то есть они прядку берут прядь закручивают ее в шкутик и все секущиеся волосы которые торчат вот эти кончики секущиеся они их застригают вот горячими ножницами дело в том что эти они застригают не только секущиеся кончики но и попадают здоровые волосы волосы более тоньше так как на кончиках больше секущихся волосы конечно там все тоньше но вот вот так я раньше этого вообще не знала и в итоге в итоге мы только решили что будем кончики подстригать она мне удовольствие что подсказала потому что я лично этого не знала так но я уже плотные такие делаю у меня терпения все таки не особо хватает главное кончики напишите если вы знаете какие-то способы или может быть этот способ уже знали вообще я плойка делаю иногда в таких случаях например важно выглядеть красиво какой-нибудь праздник мероприятие и так далее я завиваю плойку но это так долго это я наверное часа два с половиной завиваю у меня еще такая плойка старенькая и все как-то жалко очень жалко потратиться на какие-то плойки и так далее и вот она мне служит уже очень долго но и долго работает еще она мне посоветовала смазывать волосы чтобы защищать их от повреждений секутся они вообще на кончиках от повреждений от расчесывания от например для каких-то внешних факторов или например мы резинкой пережимаем волосы и от этого они секутся и она мне посоветовала наносить перед расчесыванием или перед после мытья или перед проколкой перед походом на улицу носить на кончике какое-либо масло но она-то мне конечно посоветовала какое-нибудь магазинное масло типа профессиональные всякие потому что мы помним масел и так далее ну вот я как-то привыкла к органовому маслу мне еще давно посоветовали я попробую но мне очень понравилось правда сейчас я уже ничего не делаю не знаю просто расслабилась так я постоянно делала какие-то маски масла я делала маску и наносила все масла на кожу головы чего делать вообще не стоит потому что у меня кожа головы начала она очень сухая стала и сухая конечно так ну нижний ряд нижний ряд можно конечно не от горни делать ну а то нужно очень много заколочек чтобы сделать такие огромные ну от горни кудряшки как бы у меня просто столько сголок нет так вот вот я сделала первый первый нижний ряд вот вот у меня еще так с этим нужно как-то разобраться с собой не взяла арсинку ой расческу которая разделяет пряди аркановое масло очень хорошее масло для роста ногтей для укрепления ногтей я использую для волос в общем пробовала натуральный шампунь но пользовалась где-то 2-3 месяца и мне разонравилась потому что в общем в ней вот меньше вот этого моющего средства которые смывают всю грязь и так далее и так получается что мою кожу голову почему-то не промывает недостаточно то есть там просто очень слабые моющие средства трудно привыкнуть конечно к такому я попробую как с резиночками хотя это очень сложно попробуйте может получится может что-то получится получится какие кудряшки интересно будут потому что у меня уже заканчиваются заколочки да кстати именно поэтому я заплетаю ну в смысле из-за того что у меня волосы укладываются если их ну в ужасном состоянии вообще и я что я делаю я заплетаю косички на ночь например помою голову и заплетаю косички на ночь я никогда не это с ник с ame я, если честно, устала ну вот такая вот у меня ерунда получилась но это так выглядит в самом деле кудряшки очень... ну, мне лично нравится я не знаю, как они сейчас получатся то, малолетушка не очень получатся немного буду смешной, ну ладно так, ну вот сегодня ходили с племянником проходили медосмотр и, если честно, я передумала рожать после того, как увидела какие-то детки просто не то, что они себя плохо вели просто это реально очень так ответственные серьезные это не просто воспитать ребенка хорошего умненького у нас есть дело подходит к концу я сейчас скоро покажу результат и это не попробую все-таки с резиночками что получится у меня еще столько прядей у меня все закончилось уже но попробую как-нибудь прошло все … вот Продолжение следует... 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 Продолжение следует...